Эликс Фаворит Эликс Фаворит Один из самых титулованных Рязанских спортивных клубов Больших успехов добивается На российской арене И сегодня вместе с нами в студии Генеральный директор команды Виталий Громов Виталий Владимирович, добрый вечер С чего все начиналось? Как появился Эликс Фаворит В Рязани? Начиналось все Наверное из любви к футболу Те, кто играет в эту игру или играл Играл, наверное, это неправильно Кто когда-нибудь играл, он, наверное В футболе, да, как в армии, бывших не бывает Да, бывших не бывает, поэтому все это С любви к футболу началось, наверное Больше, наверное, у нас как забава 23 февраля 2005 года решили собраться В магазин Бытовой техники Эликс На конкурентов, которых у нас В Рязани было очень много Сыграли товарищескую игру Выиграли 12-3 Ребята молодые из торговой сети Ну, потихонечку-потихонечку втянулись Ну, сами знаете, как затянуло Начали на любительском уровне, на дворовом Вот, пришли, ну, первые такие мини-успехи Хотелось чего-то большего Вот, и потихонечку-потихонечку В общем-то, эта идея такого, так скажем, дворового Влечения Просто поиграть в футбол Переросла в нечто большее Вот, постепенные шаги делали В ранге соревнований, да, начинали С коммерческих турниров Любительских Товарищеских матчей Потом вышли на уровень Первенства города Но со временем поняли, наверное, что Все-таки большой футбол Ну, так получилось, что все-таки Душа належала более динамичной Компактной Более демократичной во всех смыслах Слово этого игре Это мини-футбол Ну, и сопряжен еще и пляжным Как раз с 2005 года Первый чемпионат России был проведен По пляжному футболу Ну, как-то вот это все захватило Потому что мини-футбол и пляжные очень похожи Два вида спорта по динамике Скажем так Ну, и впоследствии мы с большого футбола Переключились исключительно на Игру в залах И игру на песке Ну, вот я вначале упомянул Что вы, пожалуй, один из самых титулованных Рязанских спортивных клубов Да, давайте вот сейчас о титулах поговорим Вы неоднократный победитель И призер Значит, смысл таков Началось у нас Если взять российскую арену Наверное, это 2007 год Когда мы студенческие Мы еще тесно содручили С Рязанским государственным университетом Совместная команда была И выиграли в городе Белгороде Как раз это тоже было в эти числа февраля Мы выиграли студенческое первенство России в зону Черноземья Вот, это, наверное, один из первых был таких успехов Уже на всероссийской арене Если взять мини-футбол Ну, в первенстве России В своей зоне Черноземья Мы три последних года Рязань побеждала Никому не уступала Вот, причем последний год С огромным отрывом даже Вот, брали и кубок Черноземья Выигрывали и кубок России По мини-футболу Среди любительских команд Вот, участвовали в кубке страны Да, вот, в этом календарном В четырнадцатом прошедшем году Вот, в сентябре в Рыбном Принимали сильнейшие команды Да, нам чуть-чуть не хватило Чтобы пройти следующий раунд Вот, в пляжном футболе Ну, я не беру уже уровень региональный Беру все-таки все-таки российский В пляжном футболе Мы дважды побеждали В кубке страны В зоне Черноземья Участвовали в финальных турнирах Кубка России Были шестыми В квалификации чемпионата страны Играли практически со всеми Сильнейшими командами С нашими сборниками Чемпионами мира С бразильцами Вот, но я думаю Что титулы-то они титулами Но самые главные титулы Еще впереди Я надеюсь Я уверен в этом Что все-таки идея Создания клуба Идея его продвижения Заложена все-таки в развитии И хотим мы И будем к этому стремиться Развиваться дальше Повышать свой уровень И сейчас вот стоит непосредственно Задача Это Немножко любительский уровень Я считаю Мы переросли По отношению к делу По организации клуба Ну вот Пора уже шагнуть Немножко дальше Но здесь Очень комплекс вопросов Которые не совсем зависят Ну это в общем-то мнение Всей вот Спортивной Как бы общественности Что Эликс Фаворит на сегодняшний день Действительно Перерос свой уровень Там где играет И команде уже Давно пора выступать На профессиональном уровне Что мешает И все-таки Возможно ли Что это случится Ну Начать с того Что в этом сезоне Мы все равно Сделали ступень В своем развитии Шагнули уже В высшую лигу Б Чемпионат страны По мини-футболу То есть Если мы играли В первой лиге Это уже шаг В развитии Я считаю Довольно-таки Большой Вот Ну Во-первых Хотел сказать Огромное спасибо Тем людям Которые просто Работают в клубе Которые Нам просто Помогают В этом году Я считаю Невозможно было Участие команды Высшей лиги Без Помощи Да не просто Помощи Станислава Рудоровича Подле Да Генеральный директор Агромолочный кабинет Рязанский Который Вот в январе В конце января Стал К тому же Представителем Правления клуба Вот Сейчас Наверное Вы слышали Знаете Что В этом году Мы сохранили название Потому что Заявили Чемпионат страны Ну где-то Уже в мае Будет процедура Мы будем Подавать заявку На изменение клуба Пока не буду Говорить какое То есть Без его участия Ну просто Невозможно Не только Участие Нашего клуба Высшей лиги Но и дальнейшее Развитие Огромное становление клуба Наказали Виталий Евгеньевич Артемов Который до сих пор Принимает участие Приходит на игры Ну всех Перечислять Очень сложно Не хочу никого обидеть Но большое Огромное им спасибо Ну и конечно же Это болельщики Которые на матчах Вы знаете Приходят Кто был Говорят Речь незабываемая У нас Зал переполнен На 800 процентов Вмещает Не вмещает Всех желающих Причем Вход у нас Бесплатный Вот Поэтому вот Болельщики Помощь Людей Которые Влиятельны Ну просто Я считаю Патриотизм Это слово Для игроков Нашего клуба Не праздное Вот это действительно Есть у нас Играет Хочу заметить Исключительно Местные воспитанники Исключительно Местные воспитанники Рязанские ребята С Рязани С Касимова С Шилова Ищем Учим Вот И действительно Для них Слово Рязань Рязанская область Это не пустой звук Вот И начинали мы Если Несколько лет назад На всероссийской арене То есть у нас Вообще не было финансов Собирались мы За свои деньги Вот Грубо говоря Скидывались И В общем-то Начинали свое выступление Именно так Именно так Ну Мне остается только пожелать Чтобы Следующая наша встреча В студии Через 10 лет Была уже Самой титулованной Командой На российском уровне Да Чтобы вы стали Профессионалами За ближайшие 10 лет Выиграли Чемпионат России Поучаствовали В Еврокубках Но это наверное Задача долгая Встречаться будем Гораздо чаще Вы упомянули Про болельщиков Собственно говоря Как можно попасть К вам на игры Как можно Видеть команду Игра с фаворитом В деле Ну Если ближайшее время Я могу сказать Что Сейчас мы 27-28 февраля 1 марта Уезжаем на тур В Липецке А вот Следующий тур Шестой тур Первенство России Выше лиги Б Будет в Рязани Он будет проходить С 13 по 15 марта То есть 13, 14, 15 марта Пятнадцать Суббота Воскресенье Будет проходить Традиционно В спортзале Рязанского филиала Московского университета МВД Это поселок Ворошиловка Улица Красная 18 Вот Вход у нас На Бесплатный Вот По билетам Которым мы распространяем Или через клуб Пожалуйста Можете зайти на сайт Эликсфаворит набрать Есть вся информация Прочитать Телефоны И просто получить Билеты Вот этот тур Кстати третий Мы единственная команда Которым доверено Проводить Три тура В чемпионате Вот именно Высшей лиги Если всем дают По одному туру То нам три Потому что Организация Болельщики У нас на игры Даже Не нашей команды Приходит огромное количество Болельщиков В других городах Такого нет И мы конечно Всех ждем Всех будем рады Поселок Ворошилов Кулеца Красная 18 Рязанский филиал Московский Университет МВД 13-14-15 марта Шестой тур Первенство России Вышли ЕБ Спасибо Виталий Громов Генеральный директор Минифутбольного клуба Эликс Эликс Фаворит Вчера Он отметил Своё Десятилетие Это была программа Подробности До встречи в эфире Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова